Всем привет! С вами Мария Лэнд, и это вторая часть обзора моего личного дневника. Он уже вот такой толстенький, не застегивается. Это говорит о том, что разворотов здесь достаточно много. Очень интересно, поэтому смотри видео до конца. Сейчас обо всем расскажу, покажу. И, кстати, кто не видел первую часть моего личного дневничка, вот здесь подсказочку прикрепляю сверху. После просмотра этого видео можешь посмотреть еще и первую часть. А я специально заложила закладочку, где мы с вами остановились. Итак, вот этот разворот я показывала, эти развороты вы уже не видели. Итак, вы просили больше всяких комментариев рассказывать, что со мной происходило в какие дни, поэтому рассказываю. Здесь мне пришел как раз заказ с посылкой из канцелярии, поэтому я здесь использовала такой вот скотч с апельсинами. Попыталась в картинке тематически подобрать всякие вырезки, распечатки с фруктами. И здесь добавила такую вот леттеринговую надпись «Доброе утро». Мне показалось очень интересным такой прием, когда приклеиваешь листочек обычной белой бумаги и пишешь на нем какую-то запись. Получается такой эффект коллажа. Справа это, насколько я помню, вырезки из журнала. Кстати, те люди, кто говорит, что нет наклеек, нет еще там, допустим, распечаток, всегда можно взять в молодежный журнал какой-то и вырезать из него что-то. Здесь обычная моя дневниковая запись. Я писала, как я ухаживаю за лицом. Из журнала вырезала как раз масочки, которые я хотела бы попробовать. Как раз так совпало, что именно в журнале были они. И вот так вот обвела контуром и приклеила. Давайте идем дальше. Ой, я люблю этот разворот на самом деле, потому что все, кто знает этот мультфильм, поняли уже, о чем пойдет речь. Мне захотелось сделать какой-то яркий акцент, яркое пятно в своем личном дневнике, поэтому я выбрала именно вот этот мультфильм. У меня был, опять же таки, журнал. Вот это вырезки из журнала, а вот это я нарисовала сама, главного, одного из главного персонажей мультфильма. По-моему, вышло очень похоже. И даже издалека видно, как будто это прям тоже вырезка из журнала, хотя это мой рисунок. Далее здесь желтый скотч. Везде преобладает, потому что все-таки разворот яркий, желтый. По центру вот такой вот откидной кармашек. И можете поставить на паузу почитать. Здесь написаны смешные фразы из мультсериала. Вот, прям понравилась такая идея. Я в каком-то из своих дневников личных уже такое делала, выписывала фразочки тоже из этого же мультфильма, потому что он действительно поднимает настроение. И вдохновляет. Кстати, очень круто, когда на фоне играет, допустим, какое-то кино, сериал. Да, вы сидите и заполняйте. Если тоже так любите, ставьте лайк. Далее это интересненько, потому что слева эта страничка посвящена кино. Я ходила в кинотеатр. И вот мне как раз два билетика. Всякие наклеечки, декоративный скотч. Кстати, мне понравилось, что сами билеты, они задекорированы в такой вот скотчик, поэтому как будто это рамочка, окошко. По-моему, это тоже интересный прием оформления. Я так никогда не делала. Я обычно просто приклеивала билетики и писала. Здесь это написано, на какой фильм я ходила. Краткое описание этого фильма. Понравилось или не понравилось. Вот все в такой духе, в такой тематике. Справа эта страничка посвящена обычной дневниковой записи. Но опять же таки, мне нравится, как это оформлено, потому что здесь есть откидной кармашек. Значит, о чем здесь была речь? Мне пришли много разных посылок. И там были настольные игры. И я решила написать об этом страничку, потому что я вообще, в принципе, люблю настольные игры. Можешь ставить лайк, если ты тоже. И решила написать, какие у меня настолки есть, в какие я люблю больше играть с друзьями, с родными. И о том вообще, как они мне приходили, эти посылочки. И все такое. И здесь вот откидной кармашек как раз очень, по-моему, здорово. Я вырезала тоже из какой-то инструкции, что-то такое. Вот таким вот образом я ставлю время. Часто ставлю, когда в день я делаю несколько записей. А это бывает часто, потому что обычно я сажусь и прямо делаю по несколько разворотов в день. Здесь наклейки. Это декоративный скотч. Я попыталась сделать максимально рыжекрасную страничку, потому что всегда я выдерживаю какой-то определенный стиль. Да, вот если посмотреть, здесь желтый стиль, здесь красный стиль, здесь сиреневый стиль. Обожаю выдерживать именно в определенной цветовой гамме страницы. И вот это тоже наклеечки. Вот это тоже наклейки. Так, это интересно, потому что давайте сначала на левую страничку посмотрим. Здесь декоративный скотч везде. Также всякие наклейки. А вот это вырезка из журнала. Опять же таки, вот это тоже вырезка из журнала. Из журналов много, очень можно вырезать. Просто главное это видеть, главное это замечать. И тогда даже разные какие-то распечатки не понадобятся. Вот здесь я писала о чем? А, это я рассказывала о лете, которое было год назад. И какие-то моменты, которые мне нравились. Вот здесь вот такая наклеечка, да, мой лучший день. То есть это, наверное, описание того дня, который мне понравился летом. Я скорее хочу перейти к рассказу о правой страничке, потому что это было 14 января. Вот так я тут писала как раз дату. Здесь я ездила в магазин. В какой магазин вы можете уже видеть? Я написала специально объемные буквы, объемные надписи. Здесь тоже скотч. Крафт бумагу я начала добавлять. Я ее нашла. Вот, и поэтому начала добавлять. Здесь чек из этого магазина. Я покупала семена. Да, вот. Вот, приклеила чек, облагородила его таким вот скотчиком. Опять же таки, крафт, кактусы, потому что в этом магазине полно разных растений, полно кактусов. Я оттуда, кстати, в сторис и в инстаграм снимала очень часто. Также еще такая наклейка с вкусняшками, потому что там действительно много вкусняшек тоже продается. И такой вот белый скотч. Я его тоже недавно приобрела. Тогда поехала в магазин и удивилась, что там продавался вот такой вот скотч. Далее разворотик. Я в том же магазине приобрела вот такой вот, как это сказать, наверное, в общем, вот такую штуку, в которой было много наклеек с диснеевскими принцессами. Вот. И поэтому по центру я решила написать на крафт бумаге факты о диснеевских принцессах. что такое было, когда снимались те или иные мультфильмы. Это, кстати, откидные кармашки. Это все вот так вот откидывается. Можно почитать про каждую из диснеевских принцесс. Мне показалось, что это достаточно интересная идея. Все это вот так вот блестит, переливается. И у меня осталось еще достаточно много наклеек с диснеевскими принцессами. Кстати, можете написать в комментариях. Так, ну а мы едем с вами дальше. Эта страница тоже очень интересная. Я бы сказала полезная, потому что слева это, опять же таки, вырезки из журнала. Так совпало, что в журнале напечатали одну из моих любимых как книг, так и фильмов. Это вот это вот. Кто смотрел, кто читал, можете поставить лайк. Действительно, я считаю, это шедевр. Использовала крафт-бумагу. Это, кстати, стикер. Это наклейка. И вот это тоже наклейка. И вот эта наклейка. И вот эта наклейка. Вот. Дальше мой текст. И я тут как раз писала о том, почему я люблю эти произведения. А здесь еще приклеена вот такая вот стикер. Вторник. Это отлично обозначение дати как раз, что сегодня за день недели такой. Справа мне тоже нравится оформление. Здесь уже обычная дневниковая запись. Что-то со мной там произошло. Что-то я вспоминала, рассказывала. Здесь наклейка велосипеда и такие две розовые наклейки дома. Также еще розовый новый мой декоративный скотч, кстати. И золотой. Он вот так вот переливается. Нужно немножко вот так поделать. И тогда все сразу видно. Золото начинает переливаться. В принципе, вот такое вот оформление. Мне показалось, хочется чего-то летнего. Поэтому я добавила. Далее такой разворот. Он очень яркий. Я это рисовала сама. Внизу наклейки клеила. Скажу, что просто писала про гороскоп. Что ждет в 2020 году. Можете тоже взять эту идею на заметку. И написать уже про себя, про свой гороскоп. Что-то такое. Далее это вот такой вот разворотик. Разворотик про еду. И тут написана тоже дневниковая запись. Здесь много стикеров, наклеек. По сути, и еще откидной кармашек. Вот тут по центру. Там тоже идет какая-то своя личная запись. Вот так все откидывается. И скотчик с абрикосиками. По сути, здесь больше добавить нечего. Потому что вроде все и так понятно. Это вот такие вот вырезки, распечатки, наклейки. И мы едем дальше. Далее были очень такие скучные дни. Ничего особенного не происходило. Поэтому использовала просто цветной разный декоративный скотик. Декоративные наклеечки. И обычные дневниковые записи. Видите, здесь была даже одна дневниковая запись в один день. То есть не несколько, а мало записи было. И вот он финальный разворотик, который я вам сегодня показываю. Мне он очень нравится и вдохновляет. Все, наверное, узнали этого прекрасного Мишку. Здесь еще также откидывается кармашек. Все это вот так откидывается. Я обожаю на самом деле делать такие кармашки. Там дальше в обновлениях вы увидите уже другой принцип кармашков. Так что обязательно, кто любит кармашки, ждите следующего обзора видео. Здесь написано на крафте цитаты из этого мультфильма. Потому что на самом деле они меня очень вдохновили на создание этого разворота. Тут также я нарисовала. И это я тоже нарисовала. Потому что наклеек таких у меня не было. И я вышла из положения так, что вот рисунками. Также какие-то наклеечки добавила. Ну и обычный текст. Мои мысли по поводу этого мультфильма. По поводу того дня 17 января. Что со мной происходило. Ребят, если вам понравилось такое формат видео, обязательно пишите в комментариях, что хотите третью часть обновления моего личного дневника. И напоминаю, кто не видел первую часть, там очень-очень много тоже интересных идей. Смотрите, у меня на канале есть такое видео. Ну, а я с вами прощаюсь. Ловите, момент была с вами. Мария Лэнд. Пока-пока.